всем привет ребята если вам нравится пиксельмон то ставьте лайк и не забываем то что если мы наберем 200 лайков то новая серия выйдет еще сегодня в 7 часов по москве ровно через 9 часов после того как выйдет эта серия то есть если мы наберем 200 лайков за ближайшие пару часов то новая серия выйдет еще сегодня я благодарен вам за каждый лайк за каждый комментарий который вы ставите за то что вы принимаете активное участие в комментариях и обсуждение нового видео но ребята не забываем если вы хотите новую серию то поставьте лайк и новая серия еще выйдет сегодня всем приятного просмотра и так все прияты дорогие друзья с вами снова одесант мы продолжаем играть майнкрафт с модом пиксельмон и ребята 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 потопали наверно мне дальше прокачать нашу команду как можно быстрее чтобы уже докачать наконец-то вот этих всех покемонов как можно быстрее и не знаю ребята браться за новый сезон но и всех конечно еще офигеть как долго качать хотя но принципе достаточно это кажется ребята может себе действительно сделать еще дешевле раркенди чтобы прокачивать не с 50 уровня к 60 у точно ребята как вы на это думаете тогда давайте ребята в этой серии я вот предлагаю вот эту фигню вы пишете если вы согласны чтобы быстрее прокачивать всех покемонов и чтобы начать новый сезон смотрите ребята как мы делаем сейчас у нас в команде шесть покемонов нам нужно каждого прокачать к 50 уровню чтобы с 50 к 60 и их прокачивать с помощью раркенди если у нас 6 покемонов 50 уровней то чтобы прокачать их к 60 уровню нам урок нам нужно ровно 60 раркенди но это принципе дорого можно и так сказать знаете как сделаем ребята давайте сделаем так что что будем прокачивать не с 50 уровня а 40 уровня то есть вы сейчас ребята пишите в комментариях если вы согласны но чтобы прокачивать не с 50 уровня к 60 всех пяти все всех шести покемонов а к 40 60 уровню то нам нужно ровно в два раза уменьшить стоимость раркенди это повлияет на то что принципе мы в два раза легче будем покупать необходимые там ингредиенты там яблоки и железо ну какой железо и золото и в два раза мы больше будем делать раркенди можно и так сказать и поэтому ребята если мы еще в два раза быстрее будем прокачивать наших покемонов то два раза мы прокачаем всех что там остались то есть и легенд потому что легенд на потом нужно будет прокачивать с 30 к сотому 70 к сотому уровню и поэтому ребята мы в два раза всех прокачаем два раза быстрее прокачаем всех покемонов тем самым быстрее закончим этот сезон и тем самым быстрее начнем новый сезон ребята как к этому относитесь то есть чтобы намного быстрее закончить этот сезон намного быстрее начать новый сезон с обновленными с обновленной версии может с какими-то другими модами и все такое ребята как вы как вы думаете вообще по этому поводу мне кажется что так намного лучше будет если мы в два раза быстрее будем прокачивать всех покемонов потому что уже многие люди и да принципе я можно сказать более-менее так хочу чтобы уже закончить прокачивать всех покемонов и начать сразу же новый сезон на новой карте с новой версии как я говорил ребята может даже добавить спан вот это спаун мобов да 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 ребята не надо сразу писать ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла не нужно баба будет лагать лагать ребят это моя забота если будет лагать то я уберу потому что действительно лагает если не будет лагать то тогда можно просто ребята если смотреть с другой стороны то как раз пиксель моно не хватает вот вот этой фишки ребята просто перед тем как писать не нужно вот это не нужно добавлять спаун мобов ла-ла-ла это будет глючить это будет неинтересно тебя будет убивать во время чё за хрень откуда у меня плащ и почему он вообще у меня откуда у меня плащ ребята чё за бред и вы не ставил и даже не знаю как это делается и тем более в одиночке не на сервере ребят кто знает как как вообще этот плащ появился у меня вроде ничего не одета с мода может я думаю какой-то мод но ну ладно не знаю ребята как ну пофиг мы уже там жили анжелки тревоги прокачали и поэтому ребята смотрите как перед тем как писать не нужно покемоны не нужно монстров потому что это будет глючить это будет неинтересно тебя смогут убивать во время того как ты кого-то ловишь ли с кем-то сражаешься и в этом ребята сама и суть что это будет интересно потому что как мне писали и как я действительно так думаю а визар ладно давайте убежим в твою ж мы еще и бегать не можем ладно как ребята мне писали то что зина пиксельмоне не хватает какого-то какого-то элемента action'а и какого-то элемента хардкора потому что ну что мы делаем себе покупки бы лыла-лала-лала-лала идем ловим покемонов идем дальше лала-лала лалова ловим других покемонов начинаем их прокачивать лала-лала лялала ла лавим шани и ищем боссов ищем легендарных покемонов и все и мы их прокачиваем так как сейчас ребята мы уже их прокачиваю нам больше нечего тела и потому что у нас уже есть практически все покемоны, только не хватает райквазы. И всё. Больше нам ничего не остаётся, как просто их ловить, 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 ловить. Точнее, не ловить, а прокачивать. Всё. Это сейчас наша работа, ребята. Только и прокачивать их. Поэтому, ребятам, это как-то уже не очень. А если, например, взять дополнительный сезон, ну, не дополнительный, а новый сезон. Давайте лучше в горы, на Бишартов как раз. Мы летать, конечно, не можем, но всё равно. Например, новый сезон с обновлённым модом. Например, там уже будет вот эта Лугия. Или как она там уже? Ну да, вроде. И нам в принципе уже больше покемонов будет ловить. Опять их прокачивать. Но сама суть, что, ребята, если будут у нас... А я не добавил. А, ну сейчас поставим темпу. Если у нас, ребята, будет спаун монстров. Это будет офигенно. Потому что как раз будет та небольшая часть экшена. Будет небольшая часть хардкора. Потому что я не смогу просто так на прорыв пойти и словить того покемона, кого мне нужно. Сначала мне нужно будет подготовиться. Посмотреть, нету ли по сторонам монстров. Потому что если там где-то Крипер прячется, я пойду там Иви ловить, например, в лесу. Да, например, там заспавилась Шани Иви, допустим. А я пошел ловить ее. Из-за кустов вылазит Крипер. Хренак, забабахал и убил. И я не словил Иви, и он меня убил. И в этом суть того, что экшен, что может Крипер напасть. И суть в том, что хардкор, потому что нужно будет прятаться, нужно будет смотреть по сторонам, чтобы он на нас не напал. И еще один тот будет, как это может, элемент, это то, что, если, например, меня все-таки убьют там за поимкой какого-то Шани Покемона, это сама суть того, что я буду нереально злой, я типа затравил меня, там Крипер все охренеть, сейчас я лопну от злости, потому что я не словил Шани, и я А Крипер как раз меня убил в тот момент, когда я его ловил. Поэтому, ребята, мне кажется, интересно будет. И плюс к тому, что мы будем собирать не только вещи, ну, например, будем убивать не только покемонов и все такое, собирать вещи с покемон, вот эти шапки с боссов и все такое. Нам еще нужно будет самому там вот это одеваться, например, вот тут монстры, да, мы это все уже осветили, мы пришли сюда. Нам нужно одеться в железный сет, что мы будем делать? Мы, конечно же, прокачаем одного покемона или несколько, чтобы убивать Бишарпов, с них будет падать железо, и железо мы будем крафтить себе броню, отлично, все, мы уже оделись. Нам нужно себе сделать алмазный меч. Опа, Саблей тут ходит, бродит, и там Крипер, Крипа убили, скелета расстреляли, тут Саблей, ух, пришли, если бы еще попал в него с первого раза, если бы он еще не крутился, вот, пришли, Хренакс, допустим, с него там выпал один-два алмаза, мы подобрали, сделали себе алмазный меч, пошли дальше прокачивать покемонов и убивать боссов, ну, в принципе, да, и убивать боссов и убивать монстров. И мне кажется, ребята, это намного интереснее будет, чем, чем мы вот так будем ходить и просто прокачивать покемонов, потому что, ребята, на начале, да, на начале нам нужно вот это все развиваться, строить дома, делать магазины, что там еще? Делать магазины, потом, вот эти все, сажать апреконы, делать систему покупки Раркенди, систему продажи, настраивать цены, потом ловить всех покемонов, блуждать туда-сюда, искать новые биомы, в новых биомах выжидать покемонов, о, это кто? Горяка, скрывались уже, выжидать покемонов и все такое. Да, когда мы это сделаем, ну, то время, до которого мы это будем делать, это будет интересно. Но потом, ребята, если уже сейчас, например, взять вот прям сейчас, мы это уже все сделали, нам больше делать нечего. И так же будет, как сейчас, только не сразу же, а через какие-то там 100 сериями, так же будем делать, как сейчас, ходить ловить покемонов, точнее, не ловить покемонов, а уже даже ничего не строить, ничего не сажать, ничего не выращивать, ничего не делать, а просто брать новых покемонов с этого, с компьютера, идти их прокачивать, потом их прокачаем, брать новых покемонов, идти их прокачивать. А вот если будут какие-то монстры, если еще офигенно оптимизировать вот это, чтобы не было лагов, добавить какие-то дополнительные моды, чтобы еще лучше было, или там, например, уменьшить какой-то спаун монстров, или уменьшить спать, спать, хочу просто уже говорю спать, или что, или уменьшить спаун покемонов, и лагать не будет, или еще найти какие-то оптимальные моды для того, чтобы еще было интереснее играть и с покемонами, и с монстрами. Мне кажется, ребята, так намного интереснее будет, я не знаю, согласны ли вы со мной или нет, но я так думаю, это мое мнение, и мне кажется, что она действительно нормальная, потому что с покемонами это еще, это, можно сказать, нормально, да, но если еще будут монстры, это еще лучше будет, мне так кажется. Потому что, я не знаю, может вам, например, нет, но может некоторому человеку, например, как и мне, иногда просто не хватает того же экшена, то есть покемоны это круто, да, мы можем ловить, мы можем прокачивать их и все такое, но когда-то же они немного начинают поднаедать, тем самым, что мы ничего не делаем. Вот, покебол взяли, кинули туда, словили этого покемона, взяли его в команду, прокачали его на этом покемоне, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, легенда, опа, словили в мастер-бол, тоже добавили в команду, опа, босс убили, взяли с него шапку, одели, опа-опа-опа-па, тут еще кто-то Шайни, о, офигеть, Шайни взяли Шайни, обычного покемона выкинули, взяли покемонов, этого убили, прокачали нашу команду. хренакс все интерес весь конечно это иногда и говорю интересно но иногда хочется кого кого-то разнообразие например особо и суда иди сюда я тебя убью хренакс крипер взорвался все меня убили и я думаю ощутился идем сюда уже уже так и нора освещаем это сюда светили светили убили там скелетона который там снайперит зомби вылез убили крипер и убили вот крипер еще там бежит пока у нас есть там 10 секунд мы быстренько нападаем там на гравеллера или это например босс быстренько убиваем его крипер уже тут у хрена чем его все убили ху чуть не взорвался и мне кажется ребята будет намного интересней но подумайте то есть я поэтому говорю ребята что в этой серии вы пишите в комментариях хотите ли вы или нет или например хотя бы попробовать чтобы так сделать и увидим будет ли это интересно или нет мне кажется что это ребят 10 намного лучше будет но пишите ребята попробовать можешь я я же не говорю что я заставляю то есть про экспериментировать можно не сейчас то есть не сейчас да когда докачаем вот этих покемонов и новый сезон но также не забывайте ребята две идейки то что первая идейка пишите то хотите ли вы чтобы мы улучшили нас наш магазине чтобы мы в два раза быстрее прокачивали наш покемонов это во первых то есть чтобы меньше цена была и мы быстрее прокачивали покемонов и во вторых это то чтобы в новом сезоне сделать монстров потому что мне действительно ребята кажется так намного интереснее будет а ты уже задолбал умела умирать флорион так ладно ну давайте может еще успеем в двоих троих убить поэтому ребят смотрите у нас уже два стака железо только те что мы набили вот тут на бишарфах а если бы это было выживание то два стака железо нам конечно бы пригодились на ту же бронь куда или еще что-то сделать там мне кажется сильно ребята был бы намного интересней также бы мы продавали лук там с монстров которые выбили не только потому что мы их выбили с покемонов а например с монстров выбили все такое так мне если честно до сих пор интересно откуда у меня этот плащ взялся я вообще не знаю как он появился почему он появился кто его установил у меня же ничего не грузилось или еще что-то но он просто взял и по и появился я не знаю почему ну не знаю подарок может какой-то или чё я если честно ребята не знаю что это такое просто взял какой-то плач и появился я и даже не вижу что там на нем нарисовано или что это вообще там плач как я говорю ребят я вообще не в курсе что это такое это я только если честно вот сейчас зашел сейчас заметил что там плач какой-то не знаю почему ну ладно так что ребята давайте уже тогда домой с домом быстренько тп хаемся на остров и до конца серии мы должны прокачать анжелку к 50 уровню и также гравелеры хотя бы к 43 чак я бы постараемся так это пофиг это уже нужно быстренько их убивать как можно быть это сейчас двое так багом заспанились или что я чуть не понял так ладно и тут видите ребята в этой версии принципе много багов или мне так кажется потому что рай кваза вообще нихрена не спамится а вот этот киогуру тот же тут уже так спамится что это с ума сойти так ну что анжелка тебе еще четыре уровня и хватит с тебя прокачки ну давайте ребята дальше вот с этих если о нормально с вас нормально как раз о покончилось с вас как раз нормально опыта так нет не нужен нам тп где тут еще большие уровни ну ты не очень большой ну да ладно о там как раз переспаун покемонов то есть новые заспанились сначала вот этих больших уровней пока они не пропали во так иди-ка ты вот отлично сначала лучше вот этим чтобы отхилиться да нет нет как какой флорион не нужен нам покажет флорион он тут никого не убьет анжелка тут вообще ребята разруливает опа еще хилимся так отлично опа так еще раз ну так гига драй нормально так анжела уже сорок восьмой так иди-ка ты сюда большой уровень уплыть хотел ха 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 щек ты уплывешь так о там нифига себе сколько кингеров заспавилась так сначала вот этого он как-то подозрительно смотрит мне так показалось убили сейчас вот этого захреначим и нет нет думал сорок девятый уровень нас нам даст но практически вот сейчас сорок девятый так ну давай анжелка еще один уровень из и хватит с тебя прокачки так отлично и вот как раз еще полуровня и все как раз вот нет не даст с этого кинера не даст он 30 уровень хотя нет хотя ну еще посмотрим не будем гадать дала отлично кингер нам дала ребята 50 уровня вы чё подумали так ладно кого кого бы сейчас прокачивать ну давайте тогда гравеллера кого же еще и вот так отлично гравеллера тут мне кажется принципе тоже нормально эртвиком как раз 40 39 так с двух-трех ударов будем убивать не так кажется так поэтому тоже более-менее нормально так еще посмотрим какие там уровни гравеллер ну ганвантула 53 анжелка по 50 и лап раз 52 гравеллер 40 40 42 его еще к 50 ему и нормально адрес блин какой там не вижу 38 да ну он конечно не очень такой большой уровень принципе на его не качали хотя у него же слушайте а мы ему случайно не поставили shadow ball поставили поэтому его тоже ребята тут офигенно будет прокачивать но сначала давайте уже гравеллера докачаем 50 потом дрифт блин а и к тому времени уже флори он должен быть хотя бы 48 мне так кажется так ладно давай дары еще есть два удара отлично так о ты тоже уплываешь я вижу опа так ну ладно ты так напал гравеллер какой там 45 уже должен быть до 45 как раз ровно давайте еще ладно тогда арбока попытаемся хотя как попытаемся убьем так и и это убили так как как кого 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 бы ладно давайте электрода убьем я его заметил так вылечились 45 и ух ребят я не знаю так я не знаю успеем ли мы его прокачать 50 уровню в этой серии думаю что вряд ли но хотя бы к 47 думаю успеем так он уже сейчас 46 будет так вот ты шустрый ты шустрый отлично покушаем а если ребята мы бы вот и не кушали я был бы у нас мирный режим поэтому вообще принять было чтобы мы тогда делали так так хотя бы иногда еду достаем жарим пережариваем и все такое если бы мы это не делали то общего мне так кажется так уже хотя бы небольшой элемент хардкора потому что мы жрем на если бы написали стоял номерном то это бы вообще было так так иди сюда кинвер ты как раз 50 ух ну нет лучше давайте гавандулой так отлично ух ну чё ну чё гравили какой-то 47 о два босса кто-то не вижу кто но кто-то там есть но лучше сначала вот этих убивать если бы ты еще не хиллся было бы вообще офигенно отлично лучше сначала больших уровней убить чем боссов ну хотя хотя сейчас посмотрим кто там один уже пропал но зато гравилир уже 48 так вот я тебя вижу я тебя вижу офигеть один удар как раз так остался ладно тогда галвантулой м ладно ты тоже вижу очень хочешь напасть так ребята к ночи должны мы прокачать ему 50 уже 50 и хотел 42 уже 50 ну будет сразу ща постараемся если конечно вот такие большие уровни тут будут хотя тут принципе еще таких 2-3 еще 2-3 покемона такие большие уровни и как раз нужно будет прокачанный так иди-ка ты да не пони то да не мил танк твою ж вот ты не убивай да твои ты нам планы тут рушишь на прокачку ух во нифига себе сколько там кингеров отлично сорок девятый да не пони то пони то ты че то везде так лезешь так и еще раз нифига себе с одного удара захреначил так вот тут давайте без этого не нужно нам вот это убивать там гравилера вот босс как-то я его даже и не заметил если бы не развернулась камера то я бы его даже не увидел если если мил танк хилиться не будет а он и не будет отлично так м отлично ну что там чё там так чё-то я потерялся на острове гравилер ты какой еще поспал гравилер уже 50 ребята отлично у все ну как все голвантула писать 4 4 потом танжа вот анжела какая-то анжела анжелка пятьдесят первый лапрос пятьдесят второй гравилер пятьдесятый флорион сорок пятый и дривплим сорокковой ребята следующей серии я уже попытаюсь прокачать дривплима к пятьдесятому до тех пор уже еще там два три покемона выиграют по одному два левела вот голвантула уже уровень выиграл ну как бы заработал но не заработал а ну короче еще на один уровень поднялся вроде вроде и был таким же ну ладно а сама суть ребята то что флориона мы уже наверно прокачать не будем то есть сделаем себе там ракенди еще 12 штук да и все у нас вообще есть еще там ну меньше стака у нас ракенди есть нужно будет потом быстренько это все сгонять опять за глоустоном чтобы еще быстрее прокачать ну ребята не забываем то что пишите если вы хотите чтобы сделать еще более такую уменьшенную систему продажи ракенди чтобы быстрее прокачивать наших покемонов чтобы быстрее начать новый сезон ну по покемонам и плюс кому ребята вот новый сезон по покемонам пишите хотите ли вы чтобы мы делали его с монстрами я уже ребята объяснял почему еще раз дизита подумайте просто представьте себе в голове как это будет и мне кажется что 10 на это лучше будет просто представьте это подумайте больше экшена больше хардкора и все такое нужно мгн всегда будет вот так стены делать чтобы к нам вот сюда монстры не пробирались они просто вот так потому что так хочется да и все такое ну ребята ставьте лайки подписан мой канал всем за просмотр всем удачи всем пока пока Продолжение следует...